МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автослесарь, сыровар, флорист, три брака и семеро детей. Много профессий и детей для полной жизни, которой она сейчас благодарна. Но без трудностей и разочарований не обошлось. Как ее разочарования в мужчинах помогли ей создать семью и к чему привели ее эксперименты в жизни, узнаем прямо сейчас у героини сегодняшней серии проекта «Миссия выполнима». Итак, преображение начинается. Дятлова Ирина, 32 года, семеро детей, старше 14 лет. Младшие детки, девочка и мальчик, двойняшки. К слову, одного ребенка Ирина родила у себя дома. В третьем браке 9 лет. Увлекается рисунком на ногтях, а вместе с детьми занимается рисованием на стекле. Наша героиня занимает ответственный общественный пост. Она председатель ассоциации многодетных матерей Приоковского района Нижнего Новгорода. Своим достоинством Ирина считает фигуру и длинные волосы. Ирина, у тебя было два брака. Были ли разочарования? Были. Как-то не сложилось ни в первом, ни во втором браке. И на тот момент, оставшись с двумя детками, ушла в детей и осталась как бы вот... Тебе сколько лет тогда было? На тот момент мне было 22 года. А вышла замуж первый раз? Во сколько? 17. Наверняка было очень сложно. Наверное, было сложно как бы поставить себя на тот момент, то, что ты осталась одна. И действительно, наверное, в этот момент меня спасли именно дети, потому что они дают тебе реальный такой толчок к жизни. Но ты на тот момент решила, всё, я ударяюсь в детей, мне больше никакого личного счастья не надо. Да. Такие мысли были? Было такое, что я больше ничего не хочу, никаких браков, ничего. Было действительно такое, и я действительно жила только детьми. Это было заблуждение или это было право? Наверное, я думаю, всё-таки заблуждение, потому что, ну, да, в воле и случае, как бы вот благодаря знакомым, благодаря моей подруге, познакомилась со своим нынешним мужем, и 9 лет в браке, 5 общих деток, и, ну, наверное, счастливая семья. А супруг, когда вы с ним познакомились, он не испугался, то, что у тебя двое детей, и ты уже два раза была замужем? Вот, как ни странно, нет. Дети счастью не помеха. Более всего, получилось то, что буквально одним днём мы сошлись и начали жить. Так сказать, поставили этот эксперимент. А часто ставишь эксперименты? Ну, да, я экспериментатор ещё тот. Люблю вообще, как бы, всё новое. Часто, как бы, ударяюсь в новые направления какие-то. В плане работы, если я по специальности, там, автослесарь, и работала много лет на горьковском автомобильном, потом была ситуация, когда всё это надоело, и я ушла на масло-сыркомбинат работать, с сыроваром. Да. Вот. Была ситуация, то, что работала флористом. Ты для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, ты ударяешься во что-то новое для себя. Да. Да. Это всегда так. Это правильно или неправильно? Можешь ли ты это порекомендовать всем так делать? Я не скажу, как для всех, все люди разные в этом плане, но мне вот очень часто это помогает, да, достичь чего-то нового в своей жизни. Мой удар, там, в проект «Мама-предприниматель» дал мне большой толчок, чтобы сейчас начать, как бы, свой бизнес. В наше время, как бы, маме, особенно с таким количеством детей, и, как бы, у меня работу найти сложно. Нас просто, в принципе, не берут никуда на работу. На тот момент, как бы, работал супруг, и как-то, пока я тут была в поисках, у нас появилось пятое наше чудо. Стало как-то у нас все налаживаться, выкручивались, да, я там где-то подрабатывала периодически по возможности. Ну, был момент, когда ходила там убираться в дома, там, готовить для других людей, то есть, как бы, ну, вот. Шестого-седьмого мы немножко не планировали, это получилось, конечно, такой... Так как после пятой были перевязаны трубы, то есть, как бы, было сделано все, чтобы больше не беременеть, но когда узнали о беременности еще и двойней, то есть, как бы, да, мы с мужем на тот момент решили, что, ну, наверное, это точно судьба, и никуда же нам от нее не деться. То есть, после медицинской операции, которая уже должна была четко дать понять, что у тебя не будет детей... Все, больше детей мы не можем иметь. Я беременную двойней. Возможно, может быть, когда-нибудь мы еще решимся, как говорится, сходить еще за таким счастьем, но пока вот хотим, чтобы вот поднять, поставить на ноги наших малышей, дать им что-то в этой жизни. И поэтому, действительно, в очередной раз, я говорю, экспериментируем со своей жизнью, как бы, пытаясь начать вот с бизнеса. Зачем к нам пришла? Поставить, так сказать, очередной эксперимент, но уже над собой, так... измениться с собой, как бы, ну, так... Ты это делаешь для себя или для мужа, или для чего? В первую очередь для себя. Все, что делается, это в первую очередь для себя. Потому что, ну, для кого... Я всегда считаю, что женщина в первую очередь должна нравиться себе. И тогда она будет нравиться всем. Ирина – настоящая героиня. Воспитывая семь детей, она также занимается общественной деятельностью. На ее хрупких плечах лежит много ответственности. Именно по этой причине я решил сделать ей массаж спины с акцентом на шейно-воротниковую зону. Массажные пасы освободят от мышечных блокировок лопатки и плечи, что позволит Ирине почувствовать их не только физическое облегчение, но и психологическое. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Меня тоже зовут Ирина. Главное не перепутать. Начнем наше преображение. Проходите, пожалуйста. Ирине мы сделали окрашивание в такой же тон, как у нее был, только с добавлением модных нюансов в виде шоколадных прядей. Также мы ей подровняли кончики для того, чтобы освежить ее длину. И она получила несколько рекомендаций по уходу за волосами. Ирина очень красивая женщина, мама. У нее светлый тон кожи и очень интересный цвет глаз. Светло-зеленый. Я сделала ей макияж смоки-айз в теплых коричневых тонах. А на губах нежно-бежевый оттенок. Теперь Ира просто неотразима. И ее взгляд стал более глубоким и игривым, что очень идет в такой активной маме. Смотрите на себя. Надеюсь, вам понравится. Хорошо. Конечно, макияж непривычный. Надеемся видеть тебя такой. Ну, может быть, не каждый день, но хотя бы каждый выходной. Спасибо. Нет слов просто. Давно делала массаж-то? Я, конечно, делала массаж, но просто как бы это все было не то. Здесь совершенно другие ощущения, другие руки. Как говорится, ну, видимо, не попадала никогда к хорошему мастеру, а тут просто, да, нет слов. Насчет макияжа, конечно, пока еще немножко не привыкла, так как, в принципе, не пользовалась. Но ты понимаешь, что ты потрясающе выглядишь, насколько тебе это идет. Да, мне это нравится. А мы тебе подчеркнули, и теперь ты выглядишь потрясающе, практически как Джулия Робертс, такая кинозвезда. Ну, осталось чуть-чуть прямо, и пойдем к стилисту преображаться дальше. Лена, здравствуй. Доброго дня. Познакомься, пожалуйста, наша сегодняшняя героиня Ирина. Семеро детей, такая активная вся, председатель ассоциации многодетных мам. И чем она еще интересна? Тем, что закончила федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» и хочет создавать «Леди автосервис». Очень интересно. Семеро детей, такая потрясающая фигура в уникум. Я думаю, что мы эту классную фигуру очень достойно и вкусно подадим. Первый образ для Ирины сладкий, нежный, романтичный. Мне кажется, что девочке с семью, детьми, у нее просто нет времени для себя, и чтобы хотя бы здесь, на программе, ты почувствовал себя маленькой девочкой, той, которой хочется на ручке, я решила собрать вот этот нежный, мягкий образ. Из стильных деталей, то, что наверняка тебе самое понравилось, это юбка-плиссе, такая объемная, увеличивающая тебя в размерах. Но ты девочка стройная, и тебе можно смело добавлять объемы абсолютно везде, и сверху, и снизу, и даже ты будешь смотреться более женственной, мягенькой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий образ для тебя стилистики спортшип. Это тот образ, в котором можно жить, можно гулять с детьми, можно ходить на всякие мероприятия. Ты одновременно такая, чуть деловая, в то же самое время расслаблены. И вот эти детали в виде блестящих кроссовок, блестящей сумки, такого классного золотого пуховика дают ощущение фэшн-образа. Стильно, динамично, молодо, энергично. На мой взгляд, один из лучших образов, который я тебе на сегодня подобрала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И третий образ для того, чтобы пойти к мужу, к детям, конечно же, очень женственный, конечно же, очень сексуальный и чуть-чуть весенний. Легкий, открытый, с цветочным принтом, вкусном ягодном цвете, тот, который всегда освежает и дает ощущение классное, красивое себя. Ну и судя по тому, как ты смотришься в зеркало, кажется, вот этот образ понравился именно тебе больше всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И от стилистов, и от визажистов, и вообще во всем. Ну, я думаю, что будем воплощать все в жизни, будем работать. Скажи честно, устала? Есть такое. А ты казалась бы, если бы тебе предложили завтра? Нет. Все равно вот эти вот эмоции, которые ты получаешь в это время, они все равно не сравнимы ни с чем. Так, осталось только передать тебя мужу. Пойдем? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас тогда, вот когда вы познакомились с Ириной, не напугал то, что у нее за плечами уже два брака, двое детей? Нет. В принципе, знаете, мы познакомились в один день, мы даже с ней и не встречались, как бы до этого друг друга не видели. Ну, на следующий день ко мне переехала жить, и вот как бы 8 лет уже вместе вот живем. Дышал душ, и детки у нас все хорошо. Ой, вот это, смотри, кто у нас пришел. Давайте похлопаем маме нашей. АПЛОДИСМЕНТЫ Сашок, подари маме цветок. Скажи, ее маму узнать не могу, да? Маму не распознали. Привет, мам. Это какая-то встряска, это эмоциональная встряска, перестроена другой лад, и действительно, да, стоит участвовать и менять обстановку, разрядить свою обстановку. есть возможность привести мысли в порядок, что-то расставить по своим полочкам и понять, что ты хочешь, и действительно понимаешь, насколько ты любишь свою семью, как это важно, потому что пока отсутствуешь, да, и приходит оно то самое. Вот такой выдалась работа экспертов проекта «Миссия выполнима» с мамой семерых детей Ириной Дятловой. Вы хотите принять участие в нашем телепроекте? У вас есть интересная история жизни? Напишите нам об этом. Заполняйте анкету на официальном сайте канала ННТВ либо в официальных группах телепроекта в социальных сетях и, возможно, в следующем выпуске. Наши эксперты займутся именно вами. Изменить прошлое можно сегодня, и завтра оно уже станет другим. До встречи! Время для теплых, практичных покупок и новогодних подарков. Исландский трикотаж согреет вас и ваших близких. Уютные платья, стильные пальто, оригинальные свитера, шапочки, шарфы и варежки. Вещи из исландской шерсти, шерсти мериноса и кашемира. Исландский трикотаж. 20 лет в Нижнем Новгороде. Внимание! Магазин теперь находится на улице Белинского, 83. Магазин. 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 Продолжение следует...